Хай-хай, ребятки! Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Борода, это Зона Зет. Мы продолжаем разбираться и развиваться в этой игре. Сегодня займемся исследованием локаций, займемся выполнением заданий, которые находятся у нас в левом верхнем уголку. У нас есть сегодня несколько заданий, которые я хотел бы выполнить. И, прежде всего, нам нужно направиться в безопасную зону леса для того, чтобы собрать ресурсы. В этот раз это будет не учебное, а потенциально настоящее, реальное, где мы сможем вытащить уже солидный лут, где мы сможем встретить реальных выживших, и поэтому нам нужно делать все оперативно, нам нельзя застаиваться, где-то тормозить. Как вы видите, я немного себя апгрейднул, конечно же. Я сделал себе крутую палку, я сделал себе мешок. Я, конечно же, в шмотках. Я не уверен, что это было правильно. Можно было бы, наверное, их сбросить, но... Но нет. Пожалуй, нет, ребятки. Я вот просто буду перемещаться, заходить и показывать, кто в здании батя. Пожелайте мне удачи. Это безопасная зона леса, я напоминаю, но, тем не менее, в этот раз здесь уже будет все похардкорней. Так, я вижу капкан, я вижу реального чела, который идет там что-то в поисках моей сумки, наверное, ищет, падла. А я хочу найти раньше. Так, мне давали некие гадецкие, чтобы, мол, надо найти. Так, я справляюсь вроде как, да? Хорошо, я справился с этим дерьмом. Десять каких-то крышечек я нашел. Пока что не знаю, что это за крышечки. Конские хвосты какие-то валяются. Блин, да где же, где чемодан-то? Я не хочу, чтобы сейчас тот перец забрал чемодан. Вы видели? Да, это был реально живой человек. Это был настоящий персонаж, который сейчас может уже где-то лутать мою сумку. А я этого крайне не желаю, если честно. И, ну, блин, камон. Надо, надо это исправить. Вот, он загрел кого-то. Так, здесь нету скрытых крит-ударов, походу, то есть без разницы. Я вот попытался только что, и ничего мне это не дало, к сожалению. Так, дальше убиваю. У меня, кстати, не так много хп, у меня восстановительного для здоровья ничего нету. Поэтому, скорее всего, желательно бы собирать и вот эти ягодки, которые везде валяются. Так, я не вижу просто, что здесь можно лутать пока что. Вообще, вот, нихрена нету. Так, я нашел сундук. Камон, я нашел сундук. Зомби-бандит, у меня 34 хп, 24. Он по 10 дамажит, что ли? Охренеть. Он медленный, но бьет очень больно. Так, допустим, я могу ягоду, да, скушать? Вот говно. Так, я хаваю ягоду и лутаю сумку, чтобы можно было свалить. Забираем все, что здесь есть. Какой-то наконечник для стрел или что-то в этом духе я подобрал. Я не знаю почему, но мне очень стрёмно играть в эту игру, на этой локации. Я осознанно понимаю, что здесь реальные игроки бегают, что у меня... Чё они все такие торпедные? Я в шоке. Так, я забрал у чела рога, просто стрелил из-под носа. Он убил оленя, а я, короче, замутил. Прикинь? Я не знаю, это вообще адекватно-неадекватно для этой игры, но я это сделал. У меня очень мало жизней. Я чертовски сильно переживаю. Мне реально стрёмно. Я понимаю, что это не PvP-локация, но... Здесь всё очень быстро происходит. Я не знаю, как люди вообще выживают в этой игре на PvP-локации. Потому что вот здесь уже хардово для меня. А что будет дальше, я даже представить не могу. Ладно, я коробку нашёл раньше. Это хорошо. С этим-то понятно. Но, как бы, это всего лишь одна коробка. Здесь куча оленей и всего остального. А я подкрадываюсь. И... О! Крит есть! Всё, крит работает. Хорошо. Я думал, крита всё-таки нету. У меня уже, запустим, заполнен инвентарь. Понимаете? Я ещё ничего не сделал. Но у меня уже заполнен инвентарь. Ещё я не могу разобраться полностью. Вот это обычный камень, я так понимаю, да? А есть ещё какой-то металл. Потому что камень, конечно, хорошо. Но мне бы не помешал и металл. Кстати, я апнул уровень. У меня восстановилось полностью хп. Это тоже хорошо. Об этом надо не забывать. Что на первоначальных стадиях ты можешь с помощью такого момента хитрить. Так, семена кукурузы я нашёл. Отлично. У меня там поле есть одно. Оно простаивает. Его нужно тоже, конечно же, развивать. Так, растительные волокна. Это всё понятно. Вот это вот, скорее всего, это металл. Что-то мне так подсказывает. И да, я не могу его собрать. Хорошо, забираем у оленя всё, что у него есть. Так, хвост какой-то накрученный. Я хрен его знает, что это, если честно. А что вот это такое? Дорожный знак. А, это дорожный знак. Блин, а на вид какая-то стрела, что ли. Я хзы. Я это думаю, что я не могу ни хрена сделать. Что-то ещё куда-то я могу сместить или нет? У меня вот что край... О, смотри, я даже могу мять. Да тут куча карманов. Слушай, ты посмотри. Два оружия, два кармана под еду. Обалдеть. Ну, это же круто, ребят. Ну, вот попробуйте. Что такое? У меня куча камня, что ли? Пустая бутылка. Пустая бутылка, я думаю, пригодится для воды. Понимаешь? Кварц. Кварц тоже, наверное, редкий материал. Ну, хрен пойми. Что собирать-то? Понимаешь? Я не знаю, что собирать. Потому что, в принципе, всё заполнено. Я переживаю о том, что что-то надо, что-то нет. Хотя, мне кажется, на первоначальных этапах мне нужно вообще всё. Так, прирубки деревьев широко используются в производстве. Это что такое? Один из компонентов различных средств. Это что? Мех животного. Ну, понимаешь? То есть, нужен и мех, и то, и то, и то. И что делать? Даже не знаю. Ну, пошли побродим ещё немножко. В принципе, нам спешить-то некуда. Хромой зомби. Давайте по стейлсу попробуем к зомби. Они же тут ещё и зомби активные, вы понимаете? Я вроде иду по стейлсу. Зомби я что-то к не критую? Вот не бью я зомби с крита. Понимаете? Я не знаю, с чем это связано, но я не могу увалить его нормально критом. Тот он подсбегает, собирает всё. Это меня очень сильно бесит. Какого хрена он здесь ходит? Иди вон отсюда, падла. Так, я думаю, 20 дерева я могу для начала удалить. Потому что я могу тут ещё пособирать и левел аппать. С другой стороны, скорее всего, левел аппать не особо хорошая идея. Потому что этим можно поначалу пользоваться. И таким образом... Кстати, вот капканы вот эти. Они просто или нет. Я могу туда зомби загнать? Ну, да! Смотрю! О, так это вообще топчик! Я загнал зомби в капканы. Оп, монетки я забрал. Пошёл нахер. Так, хорошо, супер! Ну, блин, это чит, по-моему. Зомби загоняем туда. И пускай он там сидит. Хорошо. Я растительного волокнат пособираю немножко. А всё остальное, я думаю, можно даже не рыпаться, не трогать. Так. Хорошо. Ох! Ох! Смотри, зомбачей-то тут сколько! В общем-то, просто я не вижу смысла апаться. Я могу, в принципе, на одну локацию зайти и сразу всё апнуть. Но зачем? Если это будет мне, как бы, помогать в дальнейшем, восстанавливая мне хп на локации. То есть, вот этим моментом можно пользоваться. Я подбираю постоянно монеты. Это факт. Я не пойму, что за монеты. Здесь что? Есть какой-то рынок или что-то в этом духе, за что можно скупать всё. Так. Нужно 8 базовых полов. Нужно 2 базовых стены построить. Так. Это уже следующее задание нам дали, которые касаются... Так, сумку я же залутал. Да. Следующее задание нам дали, которые касаются исключительно... Фух. Задание, которое касается исключительно уже нашей базы. И выполнить мы их сможем только там. Я бегаю вокруг, хочу ещё пару ягодок собрать. Вот. Было бы очень даже, мне кажется, неплохо. Всё-таки. Потому что у меня с этим небольшие проблемы. Так. В принципе, у меня... Что это? Кварц тоже? Да, это кварц. Это железная руда, наконец-то, немного мне капнула. Так. У меня где-то было больше кварца. Слушайте. Куда кварц-то делся? А вот. Особый предмет крышки. Видите? Основная игровая валюта написана. Хорошо. То есть я, получается, был прав. И в игре есть даже какие-то, значит, рынки и торги, которые происходят между игроками или же NPC-шками. Но в любом случае, это круто. Это тоже расширение грани, возможностей. Так. Здесь у нас инвентарь заполнен. Вот хорошо. Тут тоже заполнено. В принципе, я могу ещё немного волокон подсобирать и подобывать вот или кварца или что-то в этом духе. Но это заполнено. Значит, это следующее тоже. Угу. Чувак бегает. Он так дышит, как будто он какой-то Дарт Вейдер, что ли. Я не знаю. Всё. Ну, в принципе, получается, то, что я могу собрать себе. У меня уже всё собрано. Дальше инвентарь весь заполненный. Получается, я могу просто покидать эту локацию, отправляясь домой. Дома сейчас построим базовые полы и всё в этом духе. И, в принципе, на этом можно будет делать уже какие-то первые выводы по развитию своей базы и игре в целом. Так. Вот на данном этапе у меня шестой уровень. У меня уже открыто возможность сделать себе какую-никакую, но одежду. Я могу сделать себе мачетку. Кстати, не надо никакой обработанной материалы или что-то в этом духе. Ни слитки, ни хрена. Просто берёшь руду, берёшь кварцик, дерево и делаешь себе мачеты. Дома, конечно, у него не очень большой, но, тем не менее, 7 и 7, в отличие от копья, 2-5 разброс. Тут чётко грань проведена 7-7. Ни больше, ни меньше. В лопаты вот 10-16 разбежность, понимаете? Булову могу сделать 11-11 вообще. Это до хрена. Ещё один болт я могу сделать булову. Но, кстати, вот с ресурсами напряжно в игре я пока ничего толкового не увидел. Поэтому будем смотреть, что стоит ожидать дальше. Карта очень большая, очень масштабная. В перспективе, я думаю, здесь появится много очень крутых ресурсов, очень крутых локаций. Пока что мы за ними наблюдать не можем. Но я расскажу о каждой локации в отдельных видеороликах. Это 100% инфа. На этом всё. Всем спасибо. С вами был Борода. До скорых встреч. Пока-пока.